Кириллу Душкевичу 16 лет. Каждый день парень тратит около часа, чтобы добраться до места учёбы. Юноша живёт в Троицком и из-за своего возраста он не может водить автомобиль. Когда услышал о том, что права могут выдавать 16-ти, очень обрадовался и уже начал выбирать автошколу. Я отношусь к этому положительно, потому что многие юноши живут сейчас далековато, учатся. Допустим, в САГУ, в учебных заведениях, в этих всевозможных. И приезжают с Долинска, с Корсакова, с Троицкого кто-то, с Хомска. Достаточно неудобно, наверное, добираться на автобусе. Там времени много тратится. Однако не все разделяют радость парня. Психологи уверены, в таком раннем возрасте просто недостаточно жизненного опыта, который помогает быстро и хладнокровно принимать решения в экстренных ситуациях, что может привести к печальным последствиям. Чем моложе человек, конечно, тем его меньше. И поэтому, да, наверное, это все-таки более опасно. Эти дети будут, ну вот с 16 до 18 лет, конечно, они будут больше попадать в дорожно-транспортные происшествия, в какие-то аварии, просто потому что у них более гибкая психика. Сейчас в автошколах можно учиться 16 лет. Инструкторы, которые давно преподают, считают, каждому молодому человеку нужно подходить индивидуально. В 16 лет человек уже, ну, психологически созрел. Есть такие. Есть такие, которые вообще не готовы. То есть, ну, и непонятно, почему пошли. Ну, мама, папа сказали. А зачем это все? Это для него как игра. Вот. А есть, которые действительно серьезно к этому относятся. Они все прекрасно решают, знают правила. Тем не менее, среди подростков уже сейчас есть немало любителей покататься без прав. Сотрудники ГИБДД регулярно проводят рейды с подразделением по делам несовершеннолетних, в ходе которых выявляют юных нарушителей. В случае, если лицо не достигло возраста 16 лет, то за данное нарушение ответственность несут их родители. То есть, в отношении родителей составляется протокол, также постановление по статье 5.35, где за данное нарушение предусмотрена ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей. Статистика о нарушении ПДД говорит сама за себя. С каждым годом их количество увеличивается. Это подтверждают данные от Управления ГИБДД по Сахалинской области. Если в 2019 году за рулем остановились 127 подростков, то в 2020 их уже было 131. А за три месяца текущего года на дорогах уже попалось 26 водителей в возрасте до 16 лет. Если закон примут, он не только избавит ГИБДД от негативной статистики. Вместе с правами к 16-летним водителям придут и обязанности. И вместо родителей за свои действия за рулем подростки будут отвечать уже сами. По всей строгости закона. Анастасия Красова, Сергей Салихов, Алексей Вершинский, Владислав Зайцев. Телекомпания ОТВ. Телекомпания ОТВ. Продолжение следует...